МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Десант социологов высадился на Этурупе. Курильчан просят высказаться о принадлежности островов. И природа, то, что нам здесь нравится, и сама атмосфера, и люди. Злоумышленница вытащила кошелек из рюкзака потерпевшей во время поездки в автобусе. Как настойчивая сахалинская воровка прославилась на всю страну. В городском автобусе женщина обчистила рюкзак туристки из Японии. Лодка, бубны и сырое мясо. Шаманский ритуал устроили на сцене Чеховцентра артисты из Якутии. Мы привезли морозы к вам, но вчера я переговорил с шаманами, сказал, давайте тепло сделаем, и вот сегодня все дня тепло. Добро пожаловать, ребята, на наш господин Сахарин. Пусть мороз на улице, а в душе тепло. Сахаринские пенсионерки сочиняют частушки в честь участников международных зимних игр «Дети Азии». Новый план сотрудничества подписали власти Сахаринской области и губернаторство Хоккайдо. Автографы под документом поставили Валерий Лимаренко и Харуми Токахаси. План – это своего рода алгоритм развития дружественных и экономических связей до 2022 года. В этот раз нам хотелось бы поговорить о сотрудничестве в сферах туризма, спорта, культуры. В частности, одна из наших компаний намерена участвовать в строительстве многофункционального культурного центра в Южно-Сахалинске. Валерий Лимаренко отметил, региональные власти готовы развивать направления, предложенные японской стороной. Что касается строительства культурного центра, то его проектирование начнется уже в этом году. В конкурсе могут участвовать как российские, так и иностранные компании. Мы бы предложили сотрудничество в области переработки леса, в области стройиндустрии, в области переработки биоресурсов, в области медицины. В этих направлениях у нас просто безбрежные возможности для развития. На Итурупе высадился десант социологов. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения проводят опрос об отношении населения Курильских островов к территориальной проблеме России и Японии. В Курильске установили специальные стойки, где каждый желающий может высказать свою позицию. Учли и занятость людей, поэтому с анкетами социологи отправились на предприятия и в дома Курильча. Опрос проводится по инициативе сахалинских властей. Очень высокая активность. Опросы мы проводим на планшетах, не на бумаге. Почему мы проводим опросы на планшетах? Так как сейчас это современно, быстро. У нас в онлайне уходят анкеты, чтобы они быстро уходят, чтобы проводить анализ. И уже быстро приходят данные. Итуруп – это наш дом, наш родной дом. Ну, здесь как бы чувствую себя благополучней. И детям здесь все нравится, и нам здесь нравится. И природа, то, что нам здесь нравится. И сама атмосфера, и люди, которые живут здесь на острове. Специалисты также работают на кунашире и на шикотане. В планах добраться на снегоходах и в самые труднодоступные районы предварительные итоги исследования подведут к началу следующей недели. Ну, а сейчас вернемся к обзору событий вокруг первых зимних международных игр Дети Азии. Знаменитая российская лыжница Елена Вяльбе дала высокую оценку сахалинской инфраструктуре, задействованной в соревнованиях. Елена Валерьевна приехала на остров как почетный гость большого спортивного праздника. Она уже посетила ряд площадок, в частности, биатлонный комплекс «Триумф». На его базе чемпионка предложила в 2020 году организовать всероссийские лыжные состязания среди юниоров, а еще через год провести чемпионат страны. Об этом она сообщила Валерию Лемаренко. Сегодня я была удивлена этой красоте, что получилось. На самом деле получился реально хороший центр уже такого мирового уровня. Можно проводить любые соревнования. Сегодня было просто замечательно. Отличная погода, дети соревнуются, праздник. За успехами своих и приезжих спортсменов следят не только родители и ярые болельщики на трибунах, но и зрители, которым бывает трудно добраться до соревновательных площадок. Вокалистки из Южно-Сахалинского общества инвалидов «Эдельвейс» решили творчески поддержать атлетов и их тренеров. Задорные бабушки сделали то, что умеют лучше других. Сочинили и спели собственные частушки. Остаться в стороне от грандиозного события они не могли. И неважно, каков груз лет, на плечах 60 или 80. Отвлечься от недугов, помогает песня. А уж если она родилась в их сердцах, южно-сахалинские инвалиды испытывают неподдельную гордость от того, что на их родной земле проходят международные спортивные соревнования. Настроение у нас хорошее. Нам хочется было открытия, мы прям радовались. Было здорово смотреть, интересно, красиво. И беляли за них, что они там мерзнут. У нас как раз пошли морозы. Наша организация молодая, нам всего пять лет. И вот на базе нашей организации у нас много клубов мы создали в организации. И вот один из них – это вокальная группа «Ивушки». В нее уходит семь человек. Все хорошо поют, все молодцы, все активные. Автор этой песни – Любовь Лисова. Неудивительно, что после дебюта на одном из выступлений она стала музыкальной визитной карточкой общества инвалидов. Ведь здесь собираются уникальные, в своей искренней любви к окружающему люди. Поэтому ярким церемониям и концертам радуются, как дети. Уверены, что и участникам соревнований все понравилось. Нарядный город, гостеприимные хозяева и, конечно же, горный воздух. Но все же переживают за спортсменов. Особенно тех, кто приехал на Сахалин из жарких стран. Разве что новые частушки их немного согреют. Я много там не сочиняла, потому что Любовь Семеновна у нас основная частушечница. Она всегда принимает участие, много пишет вообще о Сахалине, много пишет. Ну, а я тут только просто штрихи какие-то были. Но все равно это было от души, потому что очень хотелось бы, чтобы мы донесли свое сердце детям Азии. Свои задорные частушки они посвящают всем детям Азии. И если кто-то пожелает услышать их вживую, они с радостью примут приглашение и споют для юных спортсменов. Пока в трескучие морозы дети сражаются за медали, вокруг игр кипит культурная жизнь. В рамках соревнований в области проходят Дни Якутии. На остров приехали не только спортсмены, но и артисты. Они привезли одну из своих старейших и лучших постановок, основанную на творчестве Владимира Санги и Чунги Заятматова. На удивительном спектакле, где актеры исполняют шаманские ритуалы прямо на сцене, побывала моя коллега Светлана Нигматулина. Мир мог бы устроиться совсем по-другому. Цитата из повести Чунги Заятматова «Пеги пёс, бегущий к краям моря» точна и актуальна спустя почти полвека. Международные зимние игры объединили детей и напомнили взрослым о неразрывной связи народов. Республика Саха-Якутия в числе соревнующихся команд, причём с мощной культурной поддержкой. Приняли нас хорошо, кормят хорошо, условия хорошие, нам нравится. И здесь климат оказывается очень тёплым, чем в Якутске. У нас там морозе сейчас. А сколько у вас сейчас приблизительно? Какие температуры? Ну, сейчас минус 52. 11 февраля сахалинский зритель познакомился с творчеством театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун». Сегодня к выходу на сцену готовятся актёры Академического театра Якутска. Для нас это символическое событие, поскольку мы становимся участниками культурной программы «Детей Азии». Мы рассказываем историю про Нивхав на берегу Охотского моря, про охотников Нивхав. Этот спектакль создан 37 лет тому назад. Объездил почти все страны мира – Европу, Америку, Латинскую Америку. Только в Африке не было. И как бы возвращается на круги своя. Главные герои вечера обменялись подарками и поведали историю о том, как в 1977-м Нивский писатель с острова Сахалин вдохновил известного киргизского писателя на создание повести, а выпускника Государственного театрального института – на постановку спектакля. Владимир Асанги зал встречал овациями. Владимир Асанги – основатель Нивской литературы, автор эпоса «Сахалинских Нивхах». Рассказывает истории своего детства и бережно передает от одного поколения другому традиции племенного народа со страниц своих книг. Один из них – Андрей Борисов, студент четвертого курса. Другой тоже – Якут. Так, в 1982 году из идей и сюжетов возник спектакль «Желанный голубой берег мой». Развернулось действо. Сахалинская сцена стала местом близ бухты Пегова пса в окружении почти черного и необозримо пустынного моря. Спектакль – визитная карточка Саха театра. Лодка, в ней четыре рыбака собираются выйти в море. Их встречает стихия, удачная охота, густой туман и потерянный берег. Свои роли актеры исполняют на протяжении многих лет. Стреляют из ружья, едят сырую печень прямо с ножа. Этот спектакль в 1982 году поставлен был. И я с тех пор на этой лодке. Первые 25 лет я играл мальчика-воткеристка, а потом последние 12 лет играю в «Стариха». Мы этот спектакль просто очень любим, потому что спектакль взрослеет вместе с нами. Нам вдвоене очень приятно приезжать сюда, в Южно-Сахалинск, чтобы показать настоящему, где есть Охотское море, где Пеги-пёс начал свой путь. Сложно было неподготовленному зрителю, не прочитавшему повесть. Айтматов на языке Саха звучал одновременно с голосом переводчика. Это немного отвлекало от литературной составляющей. Но ожившая картина Нивского эпоса всё равно надолго останется в памяти зрителя. Специально к детям Азии сахалинские полицейские подучили английский. Теперь личный состав УВД может подсказать дорогу до основных городских достопримечательностей и помочь иностранцам. Чаще гуляющие в городе гости просят людей в форме сфотографироваться, а также помочь найти спортивные или культурные объекты. Хоть ещё и очень холодно, Минздрав уже готовит сахалинцев к первым весенним поездкам на природу и отдыху в оздоровительных лагерях. В области стартовала детская вакцинация от энцефалита. В этом году регион заказал больше препарата. На остров уже прибыла первая партия 15 тысяч доз. Этого хватит, чтобы вакцинировать около 5 тысяч ребят. Ещё 6 тысяч поступят через неделю. Специалисты отмечают, что увеличение объёмов закупок связано с ростом числа желающих получить прививку. По-хорошему нужно прививаться, начинать с осени, но мы осенью не знаем, кто планирует выезды за пределы города, за пределы населённых пунктов по лесу. Поэтому вот сейчас к весне уже родители все определились, кто куда едет, планируют ли они посещение леса, выезд за город. Вот сейчас родители могут уже чётко пойти в детскую поликлинику по месту жительства и получить вакцинацию от своего ребёнка. И сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчёта». В Южно-Сахалинске в районе Т-образного перекрёстка улиц Горького и Емельянова столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель вот этого внедорожника. Двигаясь в сторону проспекта Победы, он по непонятным причинам выехал на встречную полосу движения, по которой в тот момент ехал малолитражный Сузуки. Я ехала оттуда, он ехал туда, и всё. Я просто вижу, что он на меня едет. Я вырыла вот в эту сторону, и меня вот так развернуло. Всё. А после этого водитель куда делся? Всё, я пока вышла, его уже нет. Шансов уйти от столкновения, как оказалось, не было и у водителя «Тойоты Ист». Дело в том, что там стояла машина, на перекрёстке стояла машина, которая заглохла. И мы перестраивались. Вот она? Да, вот она чё. Джип и Сузуки покинули перекрёсток в кузове кран-балки. Когда к месту аварии подоспели инспекторы, здесь появился и виновник ДТП. А такое огненное шоу на льду могли наблюдать сахалинские рыбаки накануне вечером в заливе Мордвинова. Снегоход вспыхнул и разгорелся за считанные минуты. Всё это произошло на морском припае в 100 метрах от берега в районе Мальков. Тушить свою технику владельцу оказалось нечем. Снега и того под рукой не оказалось. Вокруг был лишь лёд. Ему оставалось наблюдать, как снегоход превращается в обугленный металлолом. Умело копалась в чужом багаже на протяжении нескольких остановок. Перед вами кадры классической кражи. Обычно это преступление для окружающих и потерпевших совершается незаметно. Карманница, она же дама в бирюзовом пуховике, чтобы добраться до кошелька, умудрилась незаметно трижды залезть в рюкзак. А уже на выходе даже смогла на ходу закрыть его. Как выяснилось, уловом женщины стали 250 тысяч японских йен и почти 30 тысяч отечественных рублей. А потерпевшей оказалась туристка из страны восходящего солнца. В течение суток сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства кражи и задержали подозреваемую. Ею оказалась 39-летняя, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления жительницы областного центра. Потратить столько валюты мадам-рецидивист так и не успела. Наличные обнаружились во время обыска. Все деньги иностранные гости возвратили в торжественной обстановке в городской полиции. А в отношении сахалинской карманницы следователи возбудили уголовное дело по знакомой для нее статье кража. Их на ее счету семь. И арестовали, так как дама до сих пор отбывает условное наказание. Не по требованию, а по любви. Самый романтичный проект года от Радио СТВ подарил жителям и гостям Южно-Сахалинска новые знакомства и приятные подарки. Конечно, все это в честь Дня Святого Валентина. В четверг по городу курсировал самый громкий и веселый автобус. За проезд, в котором расплатиться можно было только хорошим настроением. 14 февраля день всех влюбленных. Традиционно парочки дарят друг другу подарки, признаются в своих чувствах. Но есть и те, кто не успел найти свою вторую половину. Но специально для них Радио СТВ и компания Квейстория придумали остановку по любви, где можно не только выиграть призы и подарки, но и найти свою вторую половину. Музыка и голоса ведущих разносятся по всей привокзальной площади областной столицы. Необычный проект в честь Дня Святого Валентина ждал гостей и жителей Южно-Сахалинска. Совместная акция, которая проводится силами трех партнеров. Компания Квейстория, компания Дискобас, ну и, конечно же, радиостанция СТВ. Это возможность молодым людям познакомиться, пообщаться и выиграть приз. Просто хорошо провести, интересно этот день. Двери Дискобаса открыты для всех желающих. Но это непростая забава. Организаторы решили проверить, насколько хорошо участники знакомы с романтическими традициями других стран. И мы переходим к вопросу номер шесть. Как называется знаменитый мост для влюбленных в Венеции? А пока подсчитывались баллы за мини-тест, ведущие радио СТВ провели игру на знания женских и мужских имен. Главный приз от диджеев – пиццу и билеты в кино с собой забрала команда Валентинок. Эта пара прежде незнакомых друг с другом людей сразу вырвалась в лидеры. И по итогам теста также стала абсолютным чемпионом и получила сертификат на посещение Квейстории. Я целенаправленно сюда шла, потому что я хотела поднять себе настроение в этот праздник, так как я одинокий человек. Мне было очень приятно. Я люблю всякие квесты. Мне было очень приятно выиграть этот подарок. Я, честно сказать, просто шел мимо. Я не старался куда-то попасть, был мимо, слышал хорошую музыку, решил пойти послушать. Меня пригласили поучаствовать в игре. Я не отказался. Удача мне улыбнулась. Никто не покинул дискобас с пустыми руками, а сам автобус отправился дальше, чтобы как можно больше людей в этот день получили заряд любви и романтики. Это выставка здравоохранения 2018 в Москве. Около тысячи участников представили свои передовые разработки в области медицины. Среди них привлекает внимание стенд компании Еломед, где можно узнать, как работает новый аппарат Алмак+. Алмак+, может оказать медицинскую помощь профессионального уровня при заболеваниях опорно-двигательного аппарата как у взрослых, так и у детей. Эффективность прибора подтверждают специальные исследования. Из полученных данных следует, что Алмак+, может снять боль и воспаление, ускорить процесс восстановления и сократить сроки лечения. Стать эффективным в профилактике обострений и комплексном лечении заболеваний суставов и позвоночника. На сегодня Алмак+, доступен по специальной, предпраздничной цене. Предложение действует до 25 февраля. Найти прибор можно на прилавках в магазинах «Товары для здоровья», «Кладовая здоровья», «Восток медтехника», а также в аптеках «Фармация» и «Панацея». На сегодня это все. И напоминаю, в ближайшее время программа «Наш день» сменит канал вещания. Новым партнером АСТВ станет ТНТ-4. Новости 65-го региона будут выходить на 65-й кнопке кабельных операторов. Также мы выходим в прямом эфире на нашем YouTube-канале. Адрес вы видите на экране. После эфира выпуск доступен в любое время и с любых устройств. Также обязательно читайте наш сайт stv.ru. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok